Приветствую вас! Во-первых, я не знаю, от кого вы узнали, что ваш друг влюблен в кого-то из ваших, но я совершенно точно знаю, что до тех пор, пока ваш друг сам об этом не скажет, нельзя считать, верить, думать, что он действительно в кого-то влюблен. Потому что люди могут неправильно что это понять. Это первое. Если друг сам сказал, что влюблен, да, это другая история, тут очень другой подход. Вот. О нем я скажу. Но не стоит верить людям. Это первое. Второе. Значит, вы пишете, что просто упустила возможность и потратила зря время. Кстати, я не думаю, что вы прямо упустили возможность, и я не думаю, что вы потратили зря время. Почему? Потому что, если у вас действительно чувства к этому человеку, да, то что в этом плохого? Что плохого в чувствах? На самом деле, это даже хорошо. Любые чувства – это хорошо. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да. Вот. И когда вы говорите о том, что потратили время, ну, я не знаю. Мне кажется, что вы в таком случае просто свои чувства воспринимаете как, ну, что-то такое, знаете, как какое-то средство, что ли, для чего-то, для реализации чего-то и так далее. Вот. То есть, у меня вопрос к вам, да. Что у вас за чувства? Что они представляют из себя? Для вас. Вот. Почему вы считаете, что вы упустили возможность? Да. Дальше. Вы пишите, значит, я не хотел, чтобы кто-то ненароком узнал, что он мне нравится, и делал вывод, что он мне безразличен. Почему не хотели, чтобы кто-то узнал, что он нам нравится? То есть, есть такое ощущение, что вы стыдитесь. То есть, я опять же, я в этом не уверен, но у меня есть такое ощущение, что вы просто стыдитесь. Вот. И всё, собственно говоря. Сейчас вот есть у меня, есть у меня такое чувство, да, что вы стыдитесь своих чувств. И почему вы стыдитесь своих чувств, да? Вот. Ну, по какой причине вы стыдитесь своих чувств? Это вот, на мой взгляд, серьезный вопрос, потому что, ну, это нужно поисследовать обязательно. Почему вы стыдитесь своих чувств? Вот. Ну, не принимайте, не принимайте свои чувства. Вот. Дальше. Значит, эм, так, вы пишите, э, всё же хочется быть ближе к этому человеку, что ли? Ближе, чтобы что? Ближе для чего? Это очень важный момент. Дальше. Это кажется всё не серьезным, и я отношусь к этому спокойнее. Вот. Тоже, на мой взгляд, достаточно важный момент. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что изменилось, что вам теперь кажется не серьезным ваши чувства? То есть, вы имеете ввиду иллюзию? Или что? Что это вот, определитесь, пожалуйста, для себя, здесь, вот, дальше, так, значит, что предприняли? Ну, пока что мне видится, что вам можно предпринять, в общем-то, только то, чтобы признаться все-таки ему. Вот, и все, что тут можно сейчас сделать? Интересы вы человека разделяете, вот, и, как бы, мне кажется, что в этом смысле все у вас в порядке. Вот, я не очень понимаю, что, что вы хотите. Вот. Вы пишете, что вы несколько ближе к этому человеку, а несколько ближе это как? А насколько? Попробуйте разделить еще больше его интересов. Тогда попробуйте еще больше разделить его взглядов, его позиции каких-то. Вот. Дальше, вы пишете, подружилась с парнем в соцсети. Позже меня познакомил своим друзьям и знакомым, мы стали общаться в конкуренции по интересам. В общем, все, все знают как лицо, никто не прячется под фейком, то есть, люди реально изгланы с соседнего двора. Слушайте, ну, я правильно понял, что вы общались по сети, по сети с людьми? То есть, я правильно понял, что это все общение происходило в цифре? Вот. То есть, как бы, вы живую меня общались. С чем это связано? Вот чем связано, что вы, по сути, получается, подружились по сети, общаетесь по сети, чувства испытываете по сети, получается. С чем это связано? Такая вот история. Ну, мне, мне, мне кажется, это важным, очень важным, этот момент. Вот. Для вас. По крайней, по крайней, по крайней мере. Вот. То есть, видимо, что получается, то получается. Вот. Получается, что вы жизни в интернете, предпочитаете, значит, предпочитаете жизни в реале. Вот. И еще раз повторюсь, что у этого есть причина. Ну, может быть, значит, вы просто с людьми плохо сходитесь. Вот. И так далее. Если так, то вам нужно разобраться именно с этим, второе. А уже потом думать, как себя проявлять по отношению к мужчине. Я думаю, что пока все очень похоже на желание, стремление лечить свои какие-то проблемы, да. Ну, за счет другого человека. Вот. Что не является хорошим, хорошим подспорьем. Вот. Вот. Для выстраивания отношений. Вот. Так что имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Ну, и как то, что вот описываемая вами цель, да, стать ближе. Это очень расплывчатая история. Вот. Особенно если учесть, что он якобы очень влюблен в кого-то. То есть нужно четко определить, кто такой близкий и для чего вы ее хотите. Для себя или для, ну, или для мужчины, соперника. Я думаю, что, в общем, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.